От града пострадали Черкесск, Абазинский, Зеленчукский, Прикубанский и Хабецкий районы. Работы по устранению последствий стихии продолжаются. Определили дату выбора в парламент 7-го созыва. Какие вопросы депутаты Народного собрания Карачаева-Черкесии обсудили на 57-й сессии. Занимаются решением проблем ветеранов боевых действий. Первый день рождения отметил филиал регионального фонда «Защитники Отечества». Нужно стараться сделать их жизни интереснее и радостнее. День защиты детей отметили в штабе общественной поддержки в Черкесске. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия» в студии Дарья Тендит. Несколько дней практически в круглосуточном режиме ведутся работы по ликвидации последствий стихии, в зону которой попали Черкесск, Абазинский, Зеленчугский, Прикубанский и Хабецкий районы. И, как отметил глава республики Рашид Семрезов, сегодня все системы жизнеобеспечения работают. Полностью восстановлено газоэлектроснабжение. Проделана большая работа по распилу и уборке опавших деревьев. Основные завалы на дорогах разобраны. Что касается поврежденных социальных объектов, то это в основном учреждения образования. Предстоит оценить точный ущерб и провести ремонт до начала учебного года, отметил Рашид Семрезов. Также приводят порядок поликлинику в северной части Черкесска и организована маршрутизация больных. Глава республики выразил слова благодарности всем, кто участвовал в ликвидации последствий стихии. К другим темам. На очередной сессии депутаты определили дату выбора в парламент седьмого созыва. Они состоятся в единый день голосования 8 сентября. Альбина Ламкова продолжит. Очередная 57-я сессия прошла под руководством председателя Народного собрания Александра Иванова. И первый вопрос пленарного заседания – выбор депутатов в парламент республики седьмого созыва. И предварительное голосование партии «Единая Россия», где Александр Иванов выступил с важным сообщением. Все фракции, все партии активно участвуют в поддержке наших бойцов спецопераций, кто чем может. Поэтому всем хочется сказать за это огромное спасибо. И добавить еще хочу, что вчера состоялось заседание Генерального совета «Единая Россия». Тоже много было вопросов посвящено как раз поддержке участников специальной военной операции, их семей. И результаты предварительного голосования были утверждены Генеральным светом партии «Единая Россия». И было принято решение, чтобы глава республики Темрезов Рашид Борисбевич возглавил список «Единой России» на выборах осенью этого года в парламент нашей республики. Это доверие, оказанное руководством, говорит о том, что у главы республики выбран правильный курс и путь, по которому идет регион, и мы с вами, добавил председатель Народного собрания. Затем в ходе заседания был заслужен доклад о соблюдении права и свобод человека и гражданина в республике. 2023 год для ведомства был юбилейным, и ему исполнилось 25 лет. Руководитель Уполномоченного по правам человека Зарема Малатова отметила, что деятельность ведомства оценивается не по количеству поступивших жалоб, а по количеству восстановленных прав граждан. В 2014 году, когда я только была назначена, у нас процент был маленький, 4% от количества поступивших жалоб. Сейчас мы достигли в 2022 году 23,2% восстановленных от количества поступивших, и в 2023-м 22% – это хороший показатель. Потому что нам помогает в первую очередь и поддерживает это глава, это депутаты Народного собрания, председатель парламента Александр Игоревич, естественно, органы исполнительной власти, местного самоуправления, общественные организации и правоохранительные органы. Затем в связи с истечением срока полномочия освободили от должности уполномоченного по правам человека Зарему Малатову. По представлению главы республики, ее же кандидатуру рекомендовано на новый пятилетний срок полномочий. Парламентарии поддержали единогласно, так как за время работы она проявила себя как настоящий профессионал своего дела. На очередной сессии республиканского уровня обсуждались важные социальные вопросы, включая тему материнского капитала. Так, в двух чтениях одобрен проект закона о республиканском материнском капитале при рождении четвертого ребенка. Теперь его могут использовать, не дожидаясь трех лет. И он будет носить заявительный характер. В первом чтении приняли, а ко второму чтению мы получили поправки от главы республики. Спасибо ему, что поддержал и сделал переходный период. И теперь, значит, закон будет действовать с января 2025 года. И в 2025 году будут выплачиваться детям, рожденным в 2022 и 2023 годах. В 2026 году, а в 2024 и 2025 годах. В 2027 году, рожденных в 2026 и 2027 годах. Закон разработан с целью улучшения положения многодетных семей, что соответствует приоритетным задачам 2024 года, объявленного указом президента страны Владимиром Путиным «Годом семьи». Парламентарии внесли изменения в региональный закон о квотировании рабочих мест для инвалидов республики в связи с изменением федерального законодательства. Организации, в которых работает 35 и более человек, квотирование для инвалидов 3%. В организациях, где уже свыше 100 человек, 4%. Ряд законопроектов, принятых на 57-й сессии, разработан в связи с изменением федерального законодательства. К нему относятся и установление ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции. В двух чтениях принят законопроект о внесении изменений в статью 10 закон о республике о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Еще на сессии рассмотрен проект закона об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Участники заседания выразили уверенность в том, что реализация выполнения поставленных задач поможет обеспечить социальную защиту и равные возможности для всех граждан республики. Альбин Ламков, Мухаммед Ашубоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Справедливость, уважение и забота. По таким девизам, вот уже год региональный фонд защитники Отечества помогает ветеранам СВО и семьям, оказывает адресную поддержку в решении возникающих вопросов и проблем. Свой первый день рождения филиал отметил в кругу близких друзей, партнеров и тех, кому они помогли. Фатима Даурова подробнее. Ровно год назад в Карачаево-Черкесии заработал филиал уникального фонда «Защитники Отечества», который при поддержке президента и всех государственных структур занимается решением проблем ветеранов и семей погибших при исполнении воинских обязанностей. Поздравить с первой годовщиной сотрудников регионального фонда пришли представители власти республики, кабинеты министров, депутатского корпуса и причастные к волонтёрскому делу жители Карачаево-Черкесии. Создание фонда – уникальная практика для России. До сих пор в истории нашего государства не было структуры, которая на федеральном уровне объединила бы в себе решение многих проблем, помощи, заботы и поддержки всех, кто обращается в фонд. Это и участники СВО, и ветераны специальной военной операции, и члены семьи бойцов, которые погибли, исполняя свой воинский долг. Мы ответственно и с пониманием важности поставленных перед вами задач подошли к реализации указа президента. Более 30 сотрудников фонда сегодня работают по принципу одного окна. Команда и филиала за это время было рассмотрено и разрешено около 3000 обращений. Чаще всего они касались вопросов назначения денежных выплат, социальных мер поддержки, получения удостоверений ветерана боевых действий, оказания медицинской помощи. За самоотверженность и самоотдачу в работе сотрудники были отмечены благодарственными грамотами и письмами от различных министерств и ведомств. Особую благодарность хотел бы сказать нашим психологам, которые каждый день у нас принимают людей. Людей с разными проблемами. начиная от семейных, посттравматических проблем, работают на износ. Для бойцов нужна поддержка не только на фронте, но и в мирной жизни. Для них предусмотрен целый комплекс. Это медицинская и психологическая помощь, обеспечение лекарственными и техническими средствами реабилитации, санаторно-курортное лечение, помощь в трудоустройстве, проведение юридических консультаций по вопросам оформления тех или иных льгот. Эффективность помощи протянутой руки ощутил на себе и ветеран боевых действий в зоне СВО, кавалер Ордена Мужества Замиргусов. Я помню, какими я приехал, мои родители помнят, какими я приехал. А теперь, став спокойным, мирным человеком, то есть плодоустрой, вернули меня в мирной линии. Которые мне сняются взрывы, разрывы. Казим Байрамкулов был в числе тех, кто по зову сердца отправился на помощь к бойцам. После контракта я устроился на эту организацию, то есть фонда защитника Отечества. Был на истоках. Через два месяца работы, к сожалению, я бросил эту работу, чтобы поехать обратно на линию фронта. Не мог без ребят. Вы знаете, вот на линии фронта ни у кого нет ощущения страха. Что интересно, они все идут вперед. Они идут любую задачу, они выполняют с улыбкой на лице. И даже будучи по обстрелям, они всегда улыбаются. И сегодня бойцы, защищающие интересы Родины на передовой, могут быть уверены, что, вернувшись домой, они не окажутся одни перед лицом трудностей. У них есть те, кто о них позаботится и поддержит в сложные моменты. Фатима Даурова, Михаил Каракелян, Вести, Карачаево, Черкесия. Продолжаем выпуск. Около 12 тысяч детей отдохнут в летних лагерях республики. О старте оздоровительной кампании сообщил глава республики Рашид Семрезов. В Карачаево-Черкесии будут работать более ста лагерей. В них уже созданы комфортные, а самое главное, безопасные условия для пребывания с учетом пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов. Уже стартовали пришкольные лагеря. С 5 июня откроют свои двери для юных граждан загородные, а с 15 июня заработают палаточные. В первую очередь, получить путевку в лагерь смогут дети участников СВО, а также сироты, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети из подшефного Старобельского района ЛНР. Впереди ребят ждут развлекательные программы и образовательные мероприятия. Рашид Семрезов поручил всем профильным региональным органам власти взять данный вопрос под особый контроль. А также обратился к родителям, чтобы были более внимательны к вопросам безопасности своих детей. В Черкесске в штабе общественной поддержки прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей. С праздником и началом каникул из релепутационного центра «Надежда» поздравил председатель Народного собрания Карачаева-Черкесии Александр Иванов. Участникам торжества организовали выступления аниматоров и угощения. Подробности Оли Баташева. После бодрой музыкальной разминки с героями мультфильмов к подвижным играм и веселым конкурсам князь Владимир и его спутница Любава не давали скучать никому, вызывая разные эмоции и улыбки всех участников торжества. В разгар веселья зал превратился в оригинальный тир, где вместо мишеней были нарисованы арбузы, а оружие детям заменяли яркие шары. Неудачные попадания компенсировались звонким смехом и желанием попасть в цель еще раз. Игнату Беляеву больше всего понравились конкурсы, а Алине Почтаревой – танцы. После учебного года хочется каникул и больше активных игр, признаются дети. Очень классно бегаешь, прыгаешь, играешь, помогаешь друг другу. Что тебе особенно понравилось? Понравилось то, что ты можешь быть в команде и помогать друг другу. Я хочу пожелать всем детям, чтобы они росли здоровыми, чтобы у них всегда были пятерки одни, чтобы никогда не получали четверку или тройку. И еще хочу пожелать взрослым, чтобы они воспитывали детей очень хорошо. Свои поздравления маленьким гражданам большой страны и малой родины адресовал и председатель Народного собрания республики Александр Иванов. Здоровья, счастья, чтобы все у вас получалось, чтобы вы выросли достойные граждане Карачево-Черкесии, чтобы у вас в жизни было все хорошо. Мероприятие проходило при поддержке заместителя председателя парламента республики Мусея Кзекова. Организаторы торжества призывают родителей последователей к примеру. В летние дни уделять детям больше внимания и сделать их жизнь интереснее и радостнее. Время летит быстро, а детские впечатления остаются порою на всю жизнь. Али Баташев, Али Бастанов. Вести Карачаева-Черкесия. Росгвардейцы Карачаева-Черкесии поздравили воспитанников социального учреждения с Днем защиты детей. Они навестили воспитанников Республиканского реабилитационного центра «Надежда» для несовершеннолетних. Встреча росгвардейцев с детьми состоялась в рамках благотворительной акции «Твори добро». Дети встретили гостей праздничной программой с песнями, стихотворениями, зажигательными танцами. Также ребята с удовольствием пообщались с росгвардейцами, рассказали им о своих достижениях в учебе и спорте, поделились планами в выборе будущей профессии. Многие твердо решили поступить на службу в правоохранительные органы. Сотрудники Росгвардии рассказали ребятам о своей службе, о требованиях, предъявляемых при поступлении в ведомственные вузы. Завтра у нас Международный день защиты детей. Наступает лето, хорошее время для отдыха детей. Хочу с этим праздником поздравить здесь персонал детей, воспитанников детского дома Центра «Надежда». Пожелать им крепкого здоровья, благополучия, удачи, хорошо и с пользой провести летние каникулы. И хочу также от имени Росгвардии, Управления Покорачаево-Черкистской Республики, передать детям Центра «Надежда» спортивный инвентарь, чтобы они за это лето укрепили свое здоровье. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите рубрику «Сила права» с участием представителей прокуратуры. Слово Белли Джезаевой.